Приветствую вас, друзья! Как я и обещал, я, собственно говоря, разобрался с этой штукой полностью от и до, и, в общем-то, можно показать вам, как это собирается, в принципе. На самом-то деле, я немножко ошибся в прошлом видео, и я сказал, что это 2 на 2, на самом деле нет. Это 3 на 3, потому что это чистейшая воды вводит 3 на 3, и, соответственно, собирается как 3 на 3. Вот эта вот часть, вот эта вот чёрная часть внутренняя, это есть не что иное, как угол, который спрятан внутри него и скруглён, за счёт чего у нас создаётся впечатление, что мы вращаем только ребра. Вот. Ну, собственно, как и любая трёшка, давайте перемешаем. Я перемешивать буду вот таким образом, потому что у нас с вами вращается он очень и очень непросто, поэтому так удобнее всего, на самом деле, крутить. Вот. Мы имеем какое-то перемешанное состояние кубика, и давайте смотреть, как мы будем его собирать. Если здесь белый, здесь зелёный, то вот этот кусок будет у нас сверху. Правильно? Или неправильно? Нет, не сверху будет. Будет здесь, потому что у нас цветовая схема на кубике именно такая. Если здесь зелёный, то следующий идёт оранжевый, если справа белый. Вот. Осталось поставить ещё два ребра. Ищем. Синяя, да? Синяя-белая. Ставим её вот сюда, вот, эту вот деталь. И разворачиваем на 180 градусов. Итого три уса креста есть, и четвёртый мы ставим вот так вот. Итого база у нас есть. Ну что ж, как ставить второй слой? В принципе, теми же трёхходовками. Это ставим сюда. Раз, два, три. Поставили. Далее. Зелёно-красный. Ставим вот сюда. Раз, два, три. Поставили. Оранжевый, синий. Ставим вот сюда, направо. Раз, два, три. И последняя часть. Зелёно-оранжевый. Ставим сюда. Раз, два, три. Всё. Первые, скажем так, два слоя у нас собраны. И осталась вот такая вот ситуация. Это типа воздушного змея. Ну, давайте решим её так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И что получается? Вроде бы как скип, да? Но, обратите внимание, у нас здесь два ребра поменены местами. Это та самая ситуация. Решим мы её обычной лямбдой. И благодаря тому, что мы это сделали, у нас куб абсолютно и полностью собран. Мы собрали его правильно, как это должно быть на официальной цветовой схеме. Но можно было собрать по-другому, поменяв два противоположных цвета. Ну, что хочется сказать. Головоломка абсолютно несложная. Поиграться буквально на один день хватает. И, в общем-то, последствия она, скорее всего, будет влиться у вас в коллекции. Но я не жалею, не жалею, что я её купил. Это мой первый Void Cube. И, соответственно, я думаю, что он займёт достойное место в моей коллекции. Вот. Ну что ж, на этом всё. С вами был Фил. Удачи и до встречи.